Савельевич говорит, ну ладно меня не знают в Мичуринске, а я теперь придумал новое слово. Не Сибирь провинция садовая, а Мичуринске садовая провинция. Почему? Ладно не знает меня, но Боднер сидел в президиуме на съезде садовода в России, в Международном съезде. Представляете, он сидел в президиуме, он выступил с докладом. Ему надо дать два ордена. Вот у него есть какой-то тут что-то на груди, я не знаю, что это за значок. Орденов не вижу. Вот. Ему надо дать два ордена. Ну это скромная черешня, ну это каждый день же не может быть еще что у него есть, да. Вот. А первый орден ему нужно дать за то, что он вырастил черешни, ну в числе прочих. Раз. Самая крупная черешня у него была, диаметр в основании метр, высота 15 метров. Я с ней знаком был еще лет 20, 15 лет назад. 20 лет назад, да. Вот. Это первый орден. А второй орден дать ему посмертно, хотя он живой. То есть расстрелять его за то, что он ее спилил. Вот. Вот так вот. А он только что, нет, ладно, помиловать, потому что он не виноват. Она у него полчерсоточного участка занимала. Вот. Я тоже спилил 10 деревьев, я пилил. Самое здоровое... А! Рассказываю как анекдот. Человек из Барнаула, я говорю, я спилил вашу Сварог. Сварог был создан учеными института, в котором он работает, то есть институт имени Лисовенко Барнаульский. Вот. И я ее спилил, она последний урожай был. Кто помнит в прежних вебинарах, порядка 25 ведер груш. Вот. Освободил место, две спилил груши, посадил 5 абрикосов, но погуще. Вот. Так что мне тоже надо посмертно дать орден, предварительно расстрелять, потому что я испилил еще несколько маточных деревьев, которые не имеют аналогов на всей планете. Вот. Но еще раз говорю, это страшная правда жизни. Моя его Боднера.